К борьбе с коронавирусом подключается все больше волонтеров. В основном это молодежь. Ребята из Торжокского района практически каждый день выезжают к тем, кому требуется помощь. В первую очередь к пожилым людям. Развозят продуктовые наборы и лекарства. Подробности у наших коллег из телецентра «Беркут». В период самоизоляции труднее всего приходится пожилым людям. Они в группе особого риска. Им не рекомендовано выходить из дома, и порой они испытывают трудности с получением самого необходимого — продуктов и лекарств. Помощь волонтеров здесь трудно переоценить. Они опекают не только пожилых людей, но и тех, кто оказался на карантине и нуждается в их услугах. Акция взаимопомощи «Мы вместе» стартовала в Торжке с начала апреля. Добровольцы и сотрудники нескольких организаций развозят людям продуктовые наборы. Принимайте. Спасибо большое вам. Дай Бог вам здоровья всем. Добровольцы заранее обзванивают каждого пожилого человека и выясняют, кому сейчас необходима помощь. Волонтеры уточняют адрес и предупреждают о времени своего визита. В состав продуктовой коробки включены самые необходимые продукты для тех, кто в это время остается дома. В наборы входят нескоропортические продукты. Это сахар, рис, гречка, макароны, чай, соль. Адресаты у нас по списку, которые нам предоставило Министерство социальной защиты совместно с Пенсионным фондом. Чтобы обезопасить себя и пожилых людей, каждый доброволец пользуется средствами индивидуальной защиты – антисептиками, масками и перчатками. За время проведения акции количество волонтеров только увеличивается. Люди-волонтеры – это в основном сотрудники молодежного центра, библиотеки и спортивной школы «Юность». У нас порядка 20 волонтеров, которые помогают, которые разводят вот эти продуктовые наборы. Новоторы с большой признательностью принимают заботу о себе в трудные времена. Но не только ради этой искренней благодарности волонтеры и решили взять на себя заботу о пожилых. Многими движет чувство долга, чувствуешь себя нужным, полезным, признаются добровольцы. Они просто не могут сидеть сложа руки, когда впереди еще десятки тех, кто ждет помощи. Поэтому расслабляться еще пока не время. Субтитры создавал DimaTorzok